Этот дом сейчас является объектом, вновь выявленным объектом культурного наследия. Это значит, что признана некая его потенциальная ценность, и сейчас идет обсуждение его статуса. Идет обсуждение, будет он памятником архитектуры или истории. Не все новосибирцы, собственно, признают творчество Янки Дягилевой. То есть все-таки для большинства это андеграунд, это музыка, которая кажется какой-то кустарной, кажется какой-то, в общем, непризнанной. И поэтому многие сомневаются, что память об этой, без сомнения, выдающейся поэтессе стоит сохранять. Но, тем не менее, скажем так, архитектурно-краеведческое сообщество, специалисты в области туризма, безусловно, считают, что такой памятник городу нужен. Да, что память об этой поэтессе, она сделала бы городскую идентичность более целостной, более плотной. Что, безусловно, такой объект способствовал бы развитию туристической привлекательности, о которой у нас много говорят. Потому что все-таки у Янки Дягилевой, ну, во всяком случае, сотни тысяч поклонников до сих пор в России. Может быть, и речь идет о миллионах. Поэтому, собственно, вот на этом основывается конфликт вокруг этого памятника, который, безусловно, усиливается тем, что на эту территорию претендует застройщик. Эта территория в центре города Новосибирска, и, безусловно, застройщик всячески, ну, инициирует, в общем, определенные позиции в этом конфликте. Например, недавно он заказал экспертизу какому-то, ну, мне, по крайней мере, неизвестному эксперту, который, ну, пытался доказать обстоятельно, что этот дом не имеет никакой ценности. Ну, в общем, пока так. У нас в нулевые годы были примеры, когда, в общем, сносились, переносились, сжигались памятники истории, памятники архитектуры. И это абсолютно не вызывало никакого резонанса. Тогда, как сейчас, ну, любая попытка наступления на наследие, любая попытка, в общем, любая угроза, ну, даже такому вот спорному, действительно спорному объекту, как дом Янки Дягилевой, вызывает мощные споры, мощные протесты. Тут же находятся защитники этих объектов, да, они очень быстро консолидируются, они очень быстро объединяются, начинают борьбу, начинают писать петиции, обращаться в прокуратуру, президенту, там, в Лигу нации и так далее. Ну, это началось примерно с конца нулевых годов. Есть несколько версий, почему это случилось именно тогда. Ну, во-первых, Новосибирск город молодой, в отличие от большинства других сибирских городов. Ему всего около 130 лет. И здесь не сформировалась достаточная, ну, скажем, достаточная критическая масса укорененных горожан. Современные антропологи считают, что отношение города непосредственно формируется, ну, группами укорененных горожан, которые считают этот город своим домом. Дело в том, что Новосибирск до определенного времени состоял в основном из людей или в городе преобладали группы людей, которые недавно приехали в город, которые не считают его своим домом, которые не знают его истории, которые не собираются здесь жить. Вот. И, ну, и вот примерно к концу нулевых годов в городе появилось четвертое, стало появляться четвертое поколение укорененных горожан. Ну, и многие вот местные антропологи с этим связывают рост такой гражданской борьбы за наследие, да. Это с одной стороны. С другой стороны, это определенная политика новой городской администрации, да, городской администрации, которая пришла, в город в 2014 году, которая решила, что, ну, в общем, нужно стараться каким-то образом искать в городе что-то интересное для туристического потенциала, создавать какую-то инфраструктуру для гаража, чтобы им было интересно в городе, чтобы город не был просто местом, где люди работают, что-то покупают и идут в свои квартиры, да. Чтобы город был действительно городом, ну, в смысле, ну, как это вообще положено, центром общественной культурной жизни, центром взаимодействия людей, да, центром формирования каких-то новых смыслов, образования каких-то новых сообществ. И все вот это возможно именно вокруг и с помощью объектов культурного исторического наследия. Это такая новая культурная политика, которая стала формироваться в том числе и сверху, как вы говорили, которая до этого отсутствовала. Она тоже, наверное, стала фактором вот такого объединения граждан вокруг борьбы за наследие. Ну, естественно, сыграли свою роль и чисто технические средства, сыграл свою роль рост соцсетей, да, проникновение интернета. Ну, в общем, сейчас горожанам просто стало удобно и интересно объединяться и обсуждать какие-то проблемы. Ну и главное, что люди стали чувствовать потребность на высказывания. Люди стали, ну, простые люди, вот эти, скажем так, низовые сообщества, они хотят почувствовать свою силу, хотят почувствовать, что они что-то решают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!